Я иногда читаю комментарии, когда нахожу время и порой не перестаю удивляться самоуверенности некоторых моих зрителей из Азербайджана. Это фашистское образование с претензией на толерантность даже приводит в действие цитаты немецких национал-социалистов, в частности, рекс-министра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. Он породил много крылатых фраз «Что правда, то правда», коими пользуются, кстати говоря, в Азербайджане. И одна из их любимых цитат «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Вот этой догматики Геббельса и придерживаются в Баку, когда сочиняют себе впечатляющую историю за счет истории соседних стран. А в отношении армян они пользуются еще и другой известной цитатой Геббельса. «Отними у народа историю, и через поколение он превратится в толпу. А еще через поколение им можно управлять как стадом». Чем кончил Геббельс, все знают. А сейчас вот по делу. И начну я с благодарности одним моим помощникам из Азербайджана, один из которых в Самаре, второй Самир Хезеев, обеспечивающий охрану в Бакинском аквапарке возле эгоиста и собирающий моих помощников на улице Рашида Бейбутова. Спасибо вам, ребята. Как видите, я справедлив. Все-таки есть адекватные азербайджанские друзья у нас, которые тоже не поддерживают фашистский режим Азербайджана. Они мне очень помогают. Итак, стороны света великого Безимдира. Сегодняшняя наша тема. Большинство из вас не знают азербайджанского языка, я поясню. Безимдир – это наш по-азербайджански, в смысле местоимение. И самое популярное местоимение в современном Азербайджане, где творят себе историю из лоскутков чужой истории. Например, Кремль – Безимдирь, Тбилиси – Безимдирь, Ереван – Безимдирь, Иран – Безимдирь, Дербент – Безимдирь, ну и так далее. А недавно из комментариев узнал, что и Тадж-Махал – Безимдирь. И не важно, что архитектор здания известен, он известен. И имя его известно – Эрад Ширази, он перс, и был родом из города Шираз, что на юго-западе Ирана. Родился он во второй половине 15 века. В тот же век, когда туркменские племена едва осели на территории северного Ирана. Впрочем, это неважно, ведь азербайджанец, построивший московский Кремль, строил его и того раньше. Но мы коснемся только сторон света, близ современного Азербайджана, коих это искусственное образование Ленина, Сталина и Ататюрка считает своими землями. Это российский город Дербент, грузинская столица Тбилиси, армянская столица Ереван и, что уж там, весь Иран. Начнем с Дербента. В Азербайджане его считают своим древним городом. Хотя понятия древний и азербайджанец никак не вяжутся. Это все равно, что сказать древний малыш. К тому же в азербайджанском языке нет своего даже слова, термина такого – древний. Есть слово «гядим», что заимствовано из арабского «кадима». Дербент же является древнейшим городом на территории России и основан свыше двух тысяч лет назад. Мне сложно представить, где в это время были предки азербайджанцев. Между тем, все автохтомные народы были знакомы с Дербентом и называли его согласно своим традициям. Армяне имеют два названия – Иврой Пархак и Чур на византийский греческий манер. Второй вариант. А как называли азербайджанцы, не подскажете ли? Да как обычно. Как до них называли персы, так и азербайджанцы называют. Дербент. От персидского «дарбант» – «закрытые ворота». А так как Дербент долгое время был под персидской империей, то персидский вариант названия и закрепился за городом. Как понимаете, персидский язык, как и армянский, как и большинство европейских языков, относится к индоевропейской семье. Дербент всегда был интернациональным городом, коренными жителями города были лезгиноязычные и даргинские народы. С присоединением уже города к персидской империи здесь стали заселяться и ираноязычные народы. Персы, таты и горские евреи, говорящие на иранском диалекте джугури. Предки же азербайджанцев поселились здесь позже, во времена сефевидов, когда в северных регионах империи проходила шиидизация. В это время не только Дербент, но и Шерван, и Ереван, и восточная часть Грузии были шиидизированы персами, татарами, предками азербайджанцев. Только в отличие от армян, Еревана и окрестностей, народности Дербента были вытеснены в горы. С тех пор они и стали называться горцами или горскими. Ведь во времена Геродота и Страбона лесгиноязычные и даргинские народности, албанские племена, описываются на низменностях вдоль Каспия и Куры. Так что Дербент никогда не был азербайджанским городом, и уж тем более никогда не входил в такое географическое образование, как Азербайджан. Касаемо Грузии. Грузины – один из древнейших народов региона, как и армяне. У них своя национальная культура, литературные традиции, письменность. Грузия продолжала существовать тогда, когда Армения потеряла государственность. Без Армении в регионе она осталась одинокой и стала лакомым куском для персов и турок, из-за чего грузинским князьям пришлось попроситься в Российскую империю. А ведь в былые времена Грузия и Армения вместе противостояли варварам, арабам, римлянам, персам. Грузинские и армянские пехотинцы вместе составляли легендарные конницы, о коих писались в византийских хрониках. Грузины должны понимать, что смерть Армении ничего хорошего не сулит Грузии. Ровно так же, как и смерть Грузии для Армении. История уже не раз это доказывала. И притеснения идут не только вокруг монастыря Давид Гареджи, но и в восточной части Грузии, вплоть до ее столицы Тбилиси. Видите ли, сердце города нарекало. Как я говорил, азербайджанцам достаточно, что название звучит не по-грузински, чтобы безимдирить. Опять же, Персия и кража азербайджанцами ее истории, и дербенская нарынкала, и грузинская нарекала, имеют одну этимологию с персидского языка. Не с азербайджанского тюркского, а с персидского индоевропейского. И в переводе означает «солнечная крепость». И одна, и вторая были возведены задолго до тюрок-пришельцев. Касаемо Армении, сами видите, что происходит. Претензии у них не только на отдельные области исторической Армении, ее культуры, но и на сам Ереван. Мол, город был основан неким Ревангулуханом, история которого замалчивается всей мировой исторической наукой. А между тем, Ереван один из древнейших городов мира. Его сотни раз грабили и разрушали, начиная с Парфян, кончая большевиками. Азербайджанцам же достаточно того, что одно время их предков там жило больше, чем армян. Это и делает для них город азербайджанским. Но забывают упомянуть, как получилось, что армян там стало меньше. Забывают сказать, что, как и с Дербентом, сефевиды стали заселять шиитскими племенами армянские земли. Но только армяне не в горы ушли, а их насильно переселили из восточной Армении вглубь Персии. В истории эта депортация называется великим сургуном в мировой истории. Умеющий читать, да прочтет. Ведь от того, что в конце 19-го, начале 20-го века число армян в Тбилиси превосходило грузинское население, армяне же не претендуют сегодня на Тбилиси, и никому в голову не придет, что это армянский город. Все это говорит лишь об уровне образования первых и вторых, у которых на первом месте у азербайджанцев пропаганда, а не наука с летописями и нарративами. Впрочем, народ, который за 100 лет четырежды менял свой алфавит и трижды менял свое этническое название, о каких летописях им говорить? Они нефтью живут, и за эти деньги пытаются купить себе прошлое. Касаемо Ирана. Здесь все сложнее. Иран они больше всего обокрали. Историю, империю, иранских героев и поэтов, начиная с Хуррамита Бабека, кончая Низа Ами. И это делают тюрки, для которых персы такие же этнические братья, как для русского монгол. То есть никакие. Музыкальные инструменты Ирана, кухня, абсолютно все. Причем им даже в голову не приходит, почему они читают Низа Ами только в переводе на азербайджанский. Почему они переходят на фарси, когда говорят НОВРУС, ШАКЯРБУРА, ШАХНАМЕ и прочее. Ведь с других они упрекают, упрекают их в том, что то или иное слово якобы пришло из тюркского. Значит, оно тюркское. Зато замалчивают, почему эти слова иранские, почему мугам арабское слово, почему все, что касается науки и кухни, не тюркское слово, за исключением тех блюд, что возникли за последние сто лет. В конце концов, это я уже к азербайджанцам обращаюсь, почему в самом Азербайджане все самые старые топонимы звучат на персидском, армянском, лесгинском, но не на тюркском. И самое главное, почему вы называетесь азербайджанцами, а ваша страна Азербайджан. Ведь это далеко не по-тюркски. Все просто. Вы не натуралы. Вы искусственный народ с искусственным образованием. Может, поэтому все ваши монологи тут под комментариями исключительно гомосексуальны и лживы на фоне натуралов, на фоне комментариев натуралов. Задумайтесь и худаафис. Впрочем, какой там худаафис? И худаафис тоже по-персидски. Видите, со своими хейтерами я даже нормально попрощаться по-азербайджански не могу. В общем, до встречи в эфире.